Выходные были богаты и на спортивные мероприятия. К примеру, Архангельский водник представил болельщикам новую форму. Следующий хоккейный сезон у клуба юбилейный. Это и другие спортивные события в нашем традиционном обзоре. Архангельский водник в скором времени оденется в новую форму. Такое решение приняли на заседании рабочей группы. В ее состав вошли руководство клуба, ветераны команды, представители общественности. Создание новой формы приурочено к 90-летию команды. Возвращаться к тем временам, когда мы играли, в красах вязаных, в синих или что-то, не очень эффектно получится. Собравшимся представили несколько вариантов формы водника разных лет, в том числе и игровые свитера российских и шведских команд. В результате решено оставить клубные желто-зеленые цвета. Однако на домашний матч, который будет ближе всего к юбилейной дате, хоккеисты выйдут в ретро-форме, выполненной в исконных цветах архангельского клуба бело-синих. После матча на всех свитерах игроки и тренеры оставят свои автографы. И на следующей игре все они будут разыграны между болельщиками. Сегодняшнее собрание у нас плановое. Мы для себя определяем одним из приоритетов. Это то, что нам нужно разработать юбилейную форму. Первое, она должна быть новая. Юбилейный сезон должна быть оригинальная. И третье, она должна иметь какую-то под собой историческую основу. Я надеюсь, что в ближайшее время мы эту работу закончим. И к новому сезону 100% мы будем в новой красивой форме. На этой неделе рабочая группа должна определиться с юбилейным знаком и сувенирной продукцией. В Архангельске завершился чемпионат области по волейболу среди мужских команд. Шесть сильнейших коллективов из Архангельска, Северодвинска и Коряжмы разыграли в финальном турнире звание сильнейшего. У нас чемпионат, как правило, проходит в напряженной борьбе. Он длится более трех месяцев. И последняя финальная часть, до последней игры между командами Гидросервис и Каравелла неясно, кто будет чемпионом. Так сложилось турнирное положение, что именно в последнем матче между Архангельскими командами Гидросервис и Каравелла решалась судьба золотых медалей. И если первые потеряли все шансы на призовые места, то вторых устраивала только победа в трех партиях, чтобы стать чемпионом. К чести игроков Гидросервиса они не сдались на милость победителю. Только во второй партии волейболисты Каравеллы сумели спокойно довести дело до победы. А вот окончание первой и третьей партии прошло в острой и бескомпромиссной борьбе, где битва шла за каждое очко. Нам нельзя было это давать ни одной партии, то есть бились за каждое очко. В первой партии у соперника было два, даже два сетбола. То есть, ну, битва была хорошая, то есть хорошее завершение чемпионата области. В итоге Каравелла впервые в своей истории стала чемпионом области, сменив на этом месте неоднократных победителей команду «Динамо». В этот раз они стали лишь вторыми. Бронза досталась северодвинскому строителю. В Северодвинске состоялся масштабный велопарад. По примерным подсчетам, 1200 велосипедистов заставили автолюбителей постоять в пробке. Принять участие в двухколесном параде мог любой желающий. В одной колонии и профессионалы, и те, кому просто нравится кататься. Ради велосипедного дня перекрыли движение на центральных улицах Северодвинска. Необычными были и облики велосипедистов. Это семья пиратов. Правда, в бутылках не ром, а квас. Ну, рыба настоящая. У нас какие-то атрибуты уже были. Допустим, мы также и бутылочки всякие делали. То есть, это и декупаж. Это еще было, допустим, к дню рождения там приготовлено. Сегодня вот так вот у нас такая идея пришла. Вдруг неожиданно. Дед рыбу насушил. Тоже прицепили. Я сегодня капитан. Пиратов. А давно на велосипеде катаешься? На велосипеде? Давно. С четырех лет. С года? Вегапарад – мероприятие всероссийское. Кстати, второй год подряд к нему присоединяются и страны СНГ. Так что можно сказать, что уже и международная. В этом году участников так много, что на круговом движении голова процессии встретилась с хвостом. Поприорализация велосипеда, привлечение к вниманию, к проблеме отсутствия велоинфраструктуры в городах. И просто потому, что это здорово. Прибывшие на финиш участники едва уместились на площади Победы. Судя по тому, что количество любителей двухколесного спорта в Северодвинске по сравнению с прошлым годом выросло в два раза, городским гостям в форум задумываются об организации велодорожек и специальных парковок. Сергей Томиков, Юрий Майков, Виктор Еремеев. Новости 24. Архангельск.